Я купил целый ящик сушеной морской капусты, чтобы показать вам, что из нее можно приготовить. Часто этот продукт традиционной корейской кухни недооценивают, но помимо того, что он очень полезен, из сушеной морской капусты можно приготовить много чего вкусного и не потратить на это много времени. Ну а с вами, как обычно, Денис Ким, и я рад вас всех приветствовать на канале Foodcore. Друзья, сегодня у нас не один вид морской капусты, а целых три. Не все из вас знают, но помимо сушеной морской капусты Ким, которую используют для приготовления Ким Паба, существует еще целых два. Они очень похожи между собой, но все-таки немного разные. Первый вид это точно такие же листы Ким, но только обжаренные. Они более хрупкие, более ломкие, но зато эта капуста намного вкуснее обычной. И второй вид это тоже жареная морская капуста, но небольшого размера. И подают ее обычно на стол в качестве закуски, чтобы заворачивать в нее рис. И есть так очень вкусно, особенно если у вас на столе стоит мясо, либо морепродукты. И, пожалуй, давайте с этой морской капусты и начнем. Многие из вас едят ее не совсем правильно, думая, что это чипсы. Что ж, давайте я вам сейчас покажу, как приготовить из нее еще более вкусный снэк, который называется Ким Джон. Итак, первым делом давайте подготовим все необходимые ингредиенты. Сначала нарежем зеленый лук. Можете использовать любой, обычный, либо порей. Я взял лук-батун. Нарезаем его мелко. Следующим нарезаем болгарский перец. Подойдет сюда на самом деле любой сладкий перец. Можно взять, кстати, и острый. Нарезаем тоже мелко. Я сначала нарезаю соломкой, а потом поперек на очень маленькие кусочки. Я взял специально перец красного цвета, чтобы блюдо в итоге смотрелось более красиво. Далее ветчина. Можете взять докторскую колбасу, либо сосиски. Главное также нарезать мелко. Старайтесь, чтобы кусочки нарезанной ветчины были такого же размера, как и кусочки сладкого перца. Следующим шагом нам надо взять глубокую миску, разбить внутрь три куриных яйца, добавить щепотку соли, а после хорошенько взбиваем до однородной массы. Ну а теперь внутрь яичной смеси кладем зеленый лук, ветчину и сладкий перец. Снова хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. Ну а теперь давайте приступим к готовке. Итак, у меня капуста с разными вкусами. Есть обычный, есть со вкусом кимчи, васаби и даже со вкусом барбекю. Но на самом деле это не так сильно важно. Но если хотите, чтобы вкус был максимально разнообразный, то покупайте, конечно же, с разными вкусами. Я взял с кимчи и васаби. Уверен, получится вкусно. Включаем плиту, разогреваем сковороду, добавляем растительное масло. Как только сковорода разогреется, убавьте огонь на средний. И теперь нам нужно взять два листика морской капусты. Складываем их вместе, окунаем в яичную смесь и кладем жариться на сковороду. Так проделываем и с остальными. Теперь, чтобы у нас получились максимально вкусные джоны, нам надо взять ложку и полить листы капусты небольшим количеством яичной смеси с начинкой из ветчины, перца и зеленого лука. Буквально через минуту переворачиваем и жарим еще минуту, либо полторы. Как видите, что яйцо приготовилось, можете доставать. Кладем на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнее масло. И проделываем это несколько раз, пока не кончится капуста и яичная смесь. Процесс совсем не сложный, и при этом вам не нужно использовать муку, либо крахмал. Подавайте на стол в качестве закуски к основному блюду. Отлично с этим кимджоном сочетается корейское рисовое вино макколи. Желаю вам приятного аппетита! Ну что, друзья, согласитесь, что рецепт очень простой. Готовится все очень быстро, а результат получается невероятным. Кстати говоря, в Корее эта закуска также популярна и среди детишек, поэтому можете угостить этим блюдом своих детей, а после поделитесь своими и их впечатлениями в комментариях под этим роликом. Ну а мы переходим к следующему блюду, и это будет корейский суп ким кук. Для этого супа можно использовать любую сушеную морскую капусту. Но если вы возьмете обычную, которая предназначена для кимпаба, то сначала нужно ее поджарить. Сделать это можно просто, на огне вашей плиты, как я показываю сейчас на видео. Либо смазав ее небольшим количеством кунжутного масла и обжарив на сухой сковороде. Но зачем все эти сложности, когда вы можете купить уже готовую обжаренную морскую капусту? В общем, берем 3-4 листа, и нам теперь надо ее измельчить. Сделать это можно очень просто. Берем какой-нибудь пакет, складываем ким внутрь, закрываем пакет, и теперь хорошо мнем его. Вы почувствуете, как морская капуста внутри ломается, и это хорошо. Нам нужно достичь такого результата. Еще нам понадобится яичная смесь. Берем 2 яйца, разбиваем их внутрь миски, и хорошо взбиваем. Теперь ставим на плиту кастрюлю, либо сотейник. Вливаем 500-600 миллилитров воды. Добавляем 1 столовую ложку рыбного соуса. И 2 столовые ложки соевого соуса. Также для нашего бульона нам понадобится 3 зубчика чеснока. Их надо немного раздавить, чтобы чеснок лучше отдал свой вкус. Ну и закинуть потом внутрь. Как только вода закипит, варим так 2 минуты. По желанию, кстати, можно еще добавить кунжутное масло. Но когда будете готовить в первый раз, я рекомендую сначала приготовить без него. Бульон в итоге получается очень вкусным. После нам нужно достать вареный чеснок. Теперь нам нужно по чуть-чуть влить яичную смесь. Старайтесь вливать тоненькой струйкой. Можете сразу помешивать. Ну и сразу же после этого финальный штрих. Всыпаем внутрь нашу измельченную морскую капусту. Один раз перемешиваем и суп готов. Выключаем плиту. Добавьте обязательно еще свежий зеленый лук. Посыпьте семенами жареного кунжута и подавайте на стол. Приятного вам аппетита! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, суп простой, но очень вкусный. Его обычно в Корее готовят тогда, когда вы, например, плохо себя чувствуете, либо вовсе простудились. Я его также люблю готовить еще, когда на стол надо подать какое-нибудь блюдо, которое принято традиционно есть бульоном. Например, пибимпап, либо кимпап. Кстати говоря, у нас остался еще один вид морской капусты, который обычно используют для приготовления кимпап. Поэтому третьим рецептом я покажу, как приготовить самый простой кимпап из доступных ингредиентов. Вот реально, сможет повторить каждый из вас. Итак, первым делом нам надо подготовить все ингредиенты. Ставим вариться рис. Его вы давно уже варить умеете. На крайний случай воспользуйтесь моим рецептом, либо рисоваркой, как делаю сейчас я. Далее нужно нарезать овощи. Для этого кимпапа я буду использовать морковь, огурец и сладкий перец. Первым делом нарезаем морковь. Чтобы не сильно много тратить на это время, я рекомендую воспользоваться крупной теркой. Ну, либо можете нарезать ее соломкой с помощью ножа. Далее огурец. Я взял свежий, но знаете, с малосольным огурцом тоже получается очень вкусно. Главное его посушить полотенцем, чтобы не был сильно водянистым. Чтобы и обычный огурец тоже не был водянистым, я рекомендую срезать семена. Именно там больше всего сосредоточено влаги. Нарезаем на такие вот длинные брусочки. Болгарский перец нам нужно просто нарезать соломкой, как в первом рецепте. Далее ветчина. Либо можно взять полукопченую колбасу. Либо охотничьей колбаски. Я купил специальную ветчину для кимпабов. В Корее она продается именно в таком виде. Но можете использовать и обычные колбасы. Нарезаем также на длинные брусочки. Еще я решил добавить крабовую палочку. Тут все просто. Главное очистить ее от пакетика, а далее также нарезать вдоль брусочками. Примерно такой же толщины. Ну и последним ингредиентом у нас будет яичный омлет. В глубокую миску разбиваем 3 яйца. Добавляем щепотку соли. Хорошо взбиваем. Далее на разогретой сковороде жарим яичные блины. У меня вышло 3 штуки. Теперь нам нужно выложить их и нарезать поперек. Получится такая вот соломка из омлета. Также обжарить нам нужно и морковь. Добавьте немного растительного масла на сковороду. И на умеренном огне обжарьте морковь буквально пару минут. Не забудьте немного ее подсолить. То же самое проделываем и с ветчиной. Либо с колбасой. Тем временем у нас сварился рис. Выкладываем его в глубокую тарелку. Добавляем пару щепоток соли. Столовую ложку кунжутного масла. И по желанию еще посыпаем семенами жареного кунжута. Хорошо перемешиваем и даем рису остыть. Очень важно, друзья, готовить кимпап уже с остывшим рисом. Иначе ваша морская капуста просто разбухнет и начнет рваться во время закручивания. Поэтому после того, как вы его сварили, заправьте и дайте постоять хотя бы минут 15. Ну все, наши ингредиенты для кимпапа готовы. Посмотрите, как красиво они выглядят. Самое время свернуть кимпап. Итак, берем лист морской капусты. Обратите внимание, что на ней есть полоски. Главное не сворачивать кимпап поперек этих полос. Они сделаны специально, чтобы вам было проще сворачивать. Еще важно класть лист шершавой стороной вверх, а гладкой вниз. Не перепутайте. Итак, берем кулак риса и кладем на лист. Теперь равномерно и тонким слоем распределяем рис так, чтобы он занимал примерно 3 четверти листа. Ну а далее кладем ингредиенты. Я положил 2 кусочка ветчины. Далее ровным слоем выложил морковь. Сверху положил нарезанный омлет. Огурец. Крабовую палочку. Я аккуратно выложил соломку болгарского перца. Теперь сворачиваем. Делать это нужно аккуратно, регулярно поджимая содержимое, чтобы внутри ингредиенты плотно лежали друг к другу. Чтобы потом при нарезке ваш кимпап не развалился. Если есть циновка для роллов, воспользуйтесь ею. Вот такая колбаса у нас получилась. Есть еще вариант, когда мы поверх риса кладем половинку листа морской капусты. И таким образом начинка у нас лежит более аккуратно и как бы отделена от риса. При таком способе шансы хорошо завернуть кимпап кратно увеличиваются. Проделываем так снова и снова, пока не закончится рис. Если ингредиенты и начинки останутся, то просто уберите их в контейнер и позже сверните еще пару кимпапов. Теперь нам нужно смазать кимпапы кунжутным маслом. Делать это удобнее всего кондитерской кисточкой. Посыпьте семенами жареного кунжута. И теперь аккуратно нарезаем. Нос желательно смочить водой, либо смазать маслом. Посмотрите, какая красота получилась. Выкладываем теперь все на тарелку и подаем на стол. Есть кимпап я рекомендую с бульоном, либо с супом. А также с другими корейскими закусками. Приятного вам аппетита! Друзья, теперь вы точно знаете, как воспользоваться морской капустой ким правильно. Помимо того, как правильно ее есть, сегодня вы еще узнали, как приготовить три вкусных блюда из нее. На канале это уже второй подобный ролик. Если вдруг не смотрели первый, то обязательно гляньте. Там вас ждет тоже три вкусных рецепта. А именно чумок пап, керамари и ким мучим. Обязательно поддержите это видео лайком, а также подпишитесь на канал, если еще этого не сделали. Ну и обязательно гляньте другие мои рецепты. На канале уже давно представлено огромное количество блюд традиционной корейской кухни. Ну и я напоминаю, что с вами, как обычно, был Денис Ким. Спасибо вам большое за просмотр. Ну и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok